928 день войны. ВСУ подняли флаг в центре Нью-Йорка. Азов продолжает выбивать россиян из этого пригорода Торецка. На этой неделе в целом продвижение войск РФ на Покровском направлении замедлилось, точнее не замедлилось само по себе, а столкнулось с серьезным противодействием подоспевших украинских резервов. Однако Невельский мешок в СРФ продолжают закрывать. Они захватили собственно само Невельское и пытаются замкнуть клещи. С очень высокой долей вероятности у них это получится, поэтому важно, чтобы украинские солдаты успели Невельское покинуть и эти клещи покинуть и не попасть в окружение. Тем не менее, Z-каналы в печали и уже начинают подозревать, что гениальный план Путина по игнорированию захвата Курской области для оккупации Донецкой не работает. Влияет на это и недостаток личного состава. Людей у СРФ катастрофически не хватает, несмотря на то, что в бой посылают даже солдат на костылях, о чем подробно пишет Анастасия Кашеварова, а также, что показывает видео с этими самыми российскими солдатами на костылях. Об этом и многом другом сегодняшней итоговой сводки недели. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Все эти вещи помогают продвигать видеоролик. Поддержать канал финансово можно на Патреоне или купив мой VPN, который позволит вам обходить любые блокировки. Ссылки на его покупку как для зарубежных карт, так и по российским картам, я оставлю в описании. Итак, на этой неделе операции ВСУ в Курской области исполнился месяц. Однако основные события на фронте развернулись вовсе не там, а на Покровском направлении и в районе Угледарского выступа. За неделю ВСРФ не продвинулись в направлении Покровска, сосредоточив атаки на южном фланге наступления, обеспечение которого необходимо для дальнейшего продвижения вперед. Практически всю неделю шли тяжелые бои в предместях Селидова, где бойцам переброшенной на это направление бригады нацгвардии Карадаг удалось захватить российский танк и в Голицыновке, где стороны сражаются за каждый метр. Украинским военным пришлось оставить Карловку, оказавшуюся в полуокружении. Вслед за этим сообщалось об отходе из Невельского мешка, образовавшегося между Карловкой и Красногоровкой. Однако пока что он, как минимум, этот отход не завершен. Дипстейт пишет об оккупации этого Невельского для закрытия клещей в котел. Российским войскам необходимо дозахватить Красногоровку, о захвате которой они сообщали несколько недель назад, и тогда действительно эти клещи можно будет сомкнуть. Украинский телеграм-канал Офицер пишет, что часть Красногоровки все еще остается под контролем сил ВСУ, но противник, как он пишет, всеми силами пытается вытеснить нас оттуда, чтобы двигаться в сторону горняка и взять в окружение подразделения ВСУ в районе Невельского, сообщает телеграм-канал Офицер. Поэтому говорить о том, что все проблемы на Покровском направлении решены, не то что преждевременно, а просто вредно. Это подчеркивает в своем анализе и Константин Машавец. Вот что он пишет. На месте наших вождей, которые уже поспешили заявить о какой-то стабилизации на Покровском направлении, я бы не делал таких громких и очевидно поспешных заявлений и выводов, ну по крайней мере публично. Да, безусловно, определенные признаки того, что противнику все эти продвижения и прорывы даются нелегко, и он вынужден уже перейти к очередному перераспределению своих сил и средств вдоль всей полосы наступления есть. Но еще раз повторюсь, никакой стабилизации или остановки в действиях противника пока не наблюдается. Он как атаковал в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки и Новоторецкого, так и атакует. Тот факт, что у него там успехи минимальны, отразил пару наблюдательных пунктов и в общем притормозил. Собственно, на Покровском направлении объясняется исключительно тем, что сейчас свои главные усилия он сконцентрировал немного южнее, в сторону Селидова и на ликвидации нашего плацдарма на реке Волчи в районе Невельского. Поэтому кричать «Ура!» и бросать в воздух чепчики очень и очень рано или даже вообще не стоит. Тем временем россияне продолжают пытаться уничтожать украинскую логистику на Покровском направлении. Они повредили железнодорожные переезды в самом Покровске, тем самым задруднив как раз логистику на этом направлении. В целом же на этой неделе мы видели, что у россиян не получилось, например, зайти в Селидово, несмотря на то, что многие из этого канала сообщали, что уже зашли в Селидово и продвигаемся там и идем вперед. Оказалось, что это не так. Где-то в Михайловке были российские войска остановлены, украинские защитники довольно активно уничтожали российскую технику, российские подразделения. И вот когда мы говорим про замедление, да, и некоторые, я видел, военные аналитики говорят, что как бы вот на самом деле российские войска просто там пошли куда-то еще или еще что-то такое. Это не совсем так и даже совсем не так. Российские войска продолжают давить, причем давить очень серьезно, очень много боевых столкновений каждый день. Просто украинские защитники, подоспевшие резервы, отбивают эти атаки и не дают россиянам сильно далеко продвинуться. Например, Селидово стало той как раз точкой, где, судя по всему, россиянам быстро ничего не удастся. Что касается Угледарского выступа, который выглядит довольно опасным, собственно, в СРФ там пытаются взять город Угледар тоже в клеще, отказавшись от кровопролитных штурмах в лоб по образцу зимы 22-23-х годов, хотя иногда в лоб все-таки атакуя. На западном фланге им удалось занять причистовку на Восточном, выйти к водяному и шахте Южная Донбасска номер один. Российские войска несут на участке большие потери, судя по кадрам, которые оттуда поступают, потери в том числе в технике, однако продолжают продвигаться за счет, как сообщается, количественного превосходства. На Бахмутском направлении в СРФ смогли вытеснить украинские силы и за канал Северский Донец-Донбасс, вернув под контроль, как они заявляют, руины села Клещеевка. Ну, контроль там относительно, скорее, большая серая зона. Также появилась информация о закреплении российских сил к западу от канала в районе Часово Яра, однако украинский аналитик Эндрю Перпетюа ставит эту информацию под сомнение, утверждая, что закрепиться в этом районе не сможет ни одна из сторон, поскольку там застройка просто уничтожена, а любые перемещения контролируются как раз с дронов, и любой, кто перемещается, независимо от того, о ком мы говорим, там, о России или об украинских солдатах, да, там дроны просто все контролируют. Между тем, украинским войскам удалось к концу недели контратаковать сразу на двух направлениях. Бригада нацгвардии Азов сумела зачистить северную часть Нью-Йорка на Торецком направлении, а бригада Хартия продвинулась на Липцевском участке в районе Лукьянцев на севере Харьковской области. Бойцы 2-го механизированного батальона 53-го МБР подняли сине-желтое знамя на элеваторе в центре Нью-Йорка. Есть видеозапись. Конечно, флаговтыки это не истории, которые обозначают полный контроль. Однако мы понимаем, что туда украинские войска могут дойти. Мы видим, что Россия не контролирует целиком населенный пункт Нью-Йорка и не контролировала его раньше, что бы там ни заявляли. Да, я буду повторять это каждый раз, потому что, я надеюсь, это отучит якобы респектабельные медиа писать ерунду абсолютно непроверенную, подыгрывая российской пропаганде, как это делала русская служба BBC. В любом случае, мы видим, что явно на Торецком направлении в Нью-Йорке, то есть в пригороде Торецка, есть успехи и усиление там довольно серьезно. Иронично, что как раз усиление в Нью-Йорке было именно бригадой АЗОВ. Почему иронично? Ну, потому что американцы долгое время, аж до этого года, разряжали передавать вооружение, поставляемое в Украину, вплоть до стрелковки, как раз азовцам, потому что там был давний-давний-давний скандал, значит, когда АЗОВ еще там на этапе своих формирований, когда там было некоторое количество людей, скажем так, специфических взглядов и специфической эстетики. И вот Соединенные Штаты, значит, как-то вот внесли их в какой-то список и все прочее. И вот они их только недавно-недавно, по-моему, из этого списка исключили, и им начало поступать тоже западное оружие. И вот, как видите, как это неиронично, АЗОВ освобождает именно Нью-Йорк. Зет-каналы тем временем не очень довольны происходящим, признавая, что продвижение имеет все признаки в лучшем случае замедления, а в худшем случае остановки. Вот что пишет Зет-канал записки ветерана, который в последнее время занял нишу Зет-аналитики без сильно, сильного захлеста шапка-закидательства. Конечно, оно там присутствует обычно, но, ну, короче, как раньше был военкор Котинок, вот сейчас записки ветерана сначала, мне кажется, операции в Курской области заняли его место, потому что сам Котинок 90% времени пишет уже просто какую-то ахинею, ну, то есть, из которой никакое рациональное зерно нельзя выделить. Ну, так вот, что пишет, собственно, записки ветерана. В Нью-Йорке контратаки ВСУ достаточно серьезные. Данные объективного контроля свидетельствуют, что противнику снова удалось прорваться в центр населенного пункта. Вселидово ВСУ в результате контратак вытеснили в СРФ с позиций в городе. Конечно, катастрофой это не является, но ключевой вопрос заключается в том, сколько у противника еще резервов и насколько он сможет по времени задержать наше продвижение. Ну и, кроме всего прочего, придется забыть о взятии следующих городов красноармейской агломерации без разрушений. Противник припрощает в узлы обороны все возможные районы и здания, так что бои за Селидово, Покровск, Мирноград будут долгими, возможно, меньше, чем за Бахмут, но наверняка почти такими же, как при штурме Авдеевки в активной стадии. Еще радикальнее выступил Z-канал Alex Parker Returns. Итого, пишет он, нам говорили, что сдать Суджу и Глушковский район нужно было, чтобы разыграть гениальный гамбит, и пока украинцы перебрасывают резервы в Курскую область, ловко прорваться к Покровску. На деле же мы сейчас видим, что никакого гамбита или хитрой многоходовки не получилось. Обделавшись в Курской области, великий гроссмейстер обделался и под Покровском, ударившись лбом Апселидова. И уже даже Нью-Йорк. Это какой-то позор, заключает Alex Parker. Что же касается Курской области. Ситуация на фронте в Курской области, вопреки заявлениям Путина о выдавливании оттуда ВСУ остается относительно стабильной. Украинские военные продолжают уничтожать понтонные переправы в Глушковском районе и инженерную технику, изолируя этот самый район. Российские силы наводят через реку Сейм новые переправы. Также ВСУ минируют с дронов дороги в приграничных районах и заводят ДРГ на глубину до 30 километров, пользуясь отсутствием полноценных блокпостов с российской стороны. Российские военные тем временем вновь замечены за мародерство магазинов и даже частных домов. В то же время украинские правоохранители, в свою очередь, проводят проверки, чтобы не допустить вывоза бойцами ВСУ за трофейных, кавычках, на территории России вещей. То есть, когда украинские солдаты возвращаются из Курской области, там ротация, еще что-нибудь, их проверяют на то, нет ли у них какого-то преимущества или чего-нибудь, которое они могли бы захватить с Курской области. Мне кажется, это такая достаточно серьезная разница, потому что Россия, например, активно мародерила Украину при наступлении. Собственно, российские мародеры выносили все, вплоть до стиралок. Это не какой-то мем и не какой-то миф. Это запрещено на видео, это запрещено по данным СДЭКа. Известно, куда пересылали это, в каком объеме и так далее. Вот, если вы вдруг забыли, то посмотрите либо у меня на канале, либо у Медиазоны, либо тысячу других репортажей об этом. Более того, Россию не останавливает даже Курскую область в том смысле, что российские солдаты, активно мародеры это там. Впрочем, я довольно много про это рассказывал на этой неделе, поэтому не будем на это тратить время в сегодняшней сводке. Украинский аналитик Константин Машавец пишет, что Россия продолжает подтягивать в Курскую область подразделения с других участков фронта. Продолжается перегруппировка в зону ответственности группировки войск Север дополнительных сил и средств. А именно, в течение последней недели, пишет Машавец, началось перемещение следующих частей подразделений из других операционных направлений. С Северского и Краматорского направлений перемещаются части и подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в объеме 1 парашютно-десантный полк, плюс разведывательный батальон. С Кураховского направления, как минимум, в 1 гаубический самоходный артиллерийский дивизион из состава 20-й мотострелковой дивизии. Кроме того, пишет Машавец, очевидно, командование противника пытается ускорить формирование и развертывание дополнительного резервного компонента в составе своей армии, который можно было бы задействовать уже в течение этой осени. Что в связи со всем этим обращает на себя внимание, пишет Машавец? В первую очередь, объемы сил и средств, которые уже оперирует российское командование в качестве оперативных резервов. Отдельные полки, батальоны и дивизионы. Ну, полк еще более-менее, пишет он, но отдельные батальоны и дивизионы это, очевидно, тактические резервы, а не оперативные. Они просто не способны выполнять тот объем задач, для выполнения которых предназначены полнокровные бригады и дивизии. Российское командование, очевидно, не может этого не понимать, и тем не менее пытаются юзать в качестве именно оперативных резервов надернутые с разных мест полки и отдельные батальоны. Конечно, если их соберется в достаточном количестве, они вполне могут стать оперативными резервами. Достаточно будет добавить им соответствующую структуру управления и свести в одно формирование большего уровня группировки. Но дело в том, что пока не собирается, по крайней мере, в том случае, когда это не предусмотрено российскими же планами, как это сейчас происходит на Курском операционном направлении, где мы имеем сомнительное удовольствие наблюдать в составе группировки войск Курск противника некую солянку или, лучше сказать, конгломерат сил и средств, стянутых туда в качестве того, что просто было под рукой. Как, например, 810-я отдельная бригада морской пехоты, которая, очевидно, заехала далеко от основных своих операционных районов и которая, по сути, представляет собой намобилизованную дивизию. Численность личного состава доходит до отметки в 10-11 тысяч человек, но действующие на Курском направлении лишь двумя своими батальонами 1 ДШБ плюс 1 ОМП, ибо остальные либо небоеспособны, либо задействованы на других направлениях. Вполне возможно, что в ближайшее время российское командование попытается провести в составе группировки войск Север эдакое переформатирование сил и средств, когда в конечном счете определится составом сил и средств, которые будет поручено решать курскую проблему, пишет Машавец. Поэтому, конечно, Россия перекидывает резервы в Курскую область. Говорить обратно, мне кажется, несколько лукавить. Другой вопрос, что она не перекидывает их напрямую с Донецкой области, а перекидывает с других участков фронта. Но перекидывание из других участков фронта не позволяет, например, эти подразделения в перспективе перекинуть в ту же самую Донецкую область, где, очевидно, нужны большие ресурсы для того, чтобы прорывать украинскую оборону, для того, чтобы подходить к Покровску. Вот эти все обсуждения про взятие Покровска меня на данном этапе несколько удивляют, потому что, слушайте, вы дойдите сначала до него, до Покровска-то, ну, то есть, вы вот то расстояние, которое прошли, шли хрен знает сколько, да, и при этом сточив огромное количество пехоты, техники и всего остального. И какой, про какой захват Покровска на данном этапе может идти речь, когда они не могут зайти в Селидово. Ну, то есть, опять же, мне не... Вот я почему все время подчеркиваю это, да, и в том числе беру анализы там и западных изданий, и отрезляющие, потому что мне не хочется, чтобы мои слова формировали шапкозакидательские настроения. Нет, российское наступление на Покровском направлении не остановлено. Давайте крупными буквами это зафиксируем. Не остановлено. Но там нет какой-то, не должно быть какой-то паники. Украинские подразделения работают, работают самоотверженно и достаточно активно. И, ну, я пока не просматриваю возможность захвата Покровска российской стороной. Потому что, более того, я считаю, что у России есть проблема большая с подразделениями и с личным составом, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, потому что эту мысль в том числе начали проговаривать и российские Z-каналы. Тем временем, подводя итоги месяца, ресурс WarMapper подвел итоги именно территориальных изменений в зоне боевых действий за август. У СРФ заняли примерно 350 квадратных километров. Наибольший месячный показатель, кстати, с августа 2022 года. А в СССР, в свою очередь, захватили 770 километров, что примерно соответствует всем российским приобретениям с апреля 2024 года. Это по консервативной оценке. Если верить сырскому и считать многие участки в Курской области не серой зоной, а находящимися под контролем ВСУ, то украинская армия заняла 1300 квадратных километров. В принципе, есть еще продвижение в Курской области. И вчера, например, сообщалось о захвате еще одного населенного пункта. Но я жду данных объективного контроля, которые позволят говорить об этом с уверенностью. Потому что, ну то есть, если мы верим сторонам на слово, это довольно проблематично. Потому что российская сторона тоже заявит, что они там что-то отбили в Курской области. Но никаких доказательств этого не приводит. Собственно, про проблему с личным составом говорит затканал, уже упомянутый военкор Котинок, который утверждает, что проблемы в СРФ с личным составом не просто никуда не делись, а нарастают, что ведет как и к проблемам на Покровском направлении, так и к невозможности по факту выбить ВСУ на Курском направлении. Тактически, пишет он, к огромному сожалению, это превращается в тени толкай. Не потому, что украинец такой красавец, а потому, что у нас банально не хватает сил и средств. Но не хватает людского ресурса. Хватает артиллерии, даже снарядный голод более-менее преодолеваем с разной степенью успешности. По FPV стараемся что-то сделать. Хорошо, плохо, но видно, что решение находят. Беда в том, что нет системного решения по личному составу, нехватка людей. А почему оперативные замыслы командования как на Донецком, так и на Курском направлении пока не реализуются так, как хотелось бы? Потому что некем, и это основная проблема, пишет Котинок. Собственно, для того, чтобы эта проблема расширялась и российского личного состава становилось еще меньше, а Украина держала оборону довольно эффективно и остановила российское наступление, а потом и выбила Россию с украинской территории, нужно не охать, не ахать, а нужно помогать всем, чем можем. Если есть возможность помогать финансово, то надо помогать, безусловно, финансово, что я регулярно делаю, регулярно призываю вас. Спасибо вам большое, мы с вами за прошедшие полтора-два месяца, ну, я не считаю конкретно по количеству, но подразделениям 10 точно помогли. Они периодически, да это периодически, всегда на самом деле, они записывают потом видео с благодарностью, хотя я их не прошу, отдельно подчеркиваю, что не нужно, но просто я, ну, не знаю, куда их вставлять там и нужно ли это вам. То есть я думаю, что вы, как и я, помогаем не для того, чтобы там, не знаю, эго потешить, а для того, чтобы просто спасти жизни украинских солдат, которые борются. И вот одному из подразделений танковому батальону ВСУ они собирают на автомобиль. И, впрочем, давайте, они сами расскажут. Мы, военнослужбовцы, сятої бригады, танкового батальона. Выконуємо боевые завдання на турецькому напрямку. Нещодавно попали под ворожий обстрел. ФПВ знищил наш автомобиль. Зараз просим у всех небайдужих долучитись до сбора на новой, для того, чтобы мы смогли выполнять и подалее боевые завдання. Дякую всім, не будь дужим. Слава Україні! Героям слава! Традиционно здесь будет банка, на МОНО, которая традиционно у кого-то не примет деньги, потому что есть проблемы с зарубежными картами периодически, хотя пытаться все равно стоит. И есть PayPal, куда можно как раз докинуть. Ссылки будут все в описании. Давайте поможем вместе собрать на новый автомобиль. Для этих ребят это, уверен, спасет немало жизни. Тем временем в Вооруженных Силах Российской Федерации придумали свой метод дистанционного минирования с помощью дронов. Если ВСУ чаще всего сбрасывают мин из тяжелых дронов, типа Баба Яга, то российские военные начали доставлять на тыловые маршруты противника противотанковые мины с помощью FPV-дронов. Насколько это эффективно, насколько это действительно сможет сработать, узнаем в позоримом будущем. Но важно отмечать, что война, и текущая война в особенности это показывает, это не история про, там, не знаю, кто больше накопит конкретных ресурсов. Это история про постоянное технологическое развитие, про постоянное придумывание каких-то новых механизмов. Вот сейчас там российская страна воет от огнеметных дронов, которые просто уничтожают нахрен посадку, ничего от нее не оставляя. Которые являются, кстати, даже с точки зрения международного права, абсолютно, блин, там так смешно было, не знаю, вы видели это, нет? Значит, Z-каналы начали разгонять, что вот, в статье CNN написано, что украинцы начали использовать дроны там с расплавленным металлом, как Гитлер, короче, ну, то есть, что как нацистская Германия. Но там в статье CNN действительно написано, что это использовалось в нацистской Германии, а также войсками союзников, а также еще в Первомировой использовалось. Поэтому это какая-то такая, я не знаю, странная такая попытка информационного, не знаю чего, атаки. Вот, типа, смотрите, они, ну, артиллерийские снаряды тоже использовались Гитлером, как и самолеты, как и танки, как и много чего еще. Поэтому, как бы, еще, кстати, Гитлер был вегетарианцем, значит ли это, что все вегетарианцы нацисты? Вопрос открытый. В любом случае, да, очевидно, что вот эти дроны-огнеметы доставляют дохренищу проблем российской стране, и это очень хорошо и здорово. Поэтому я вообще слежу за всеми дронами и этими сторонами. Ну, как слежу, не на профессиональном уровне? Нет, я ничего в этом не понимаю. Ну, что называется, на моем аналитическо-обывательском. И, конечно, чем больше разнообразных дронов и чем больше придумок, вы знаете, многие вещи, многие вооружения, многие прорывные технологии, это не только результат технического прогресса, а это результат того, что сидел человек такой, а что если? И вот когда он вот это, а что если, превратил в действующую историю, это может сильно поменять ход целой войны или отдельных ее аспектов. Как, например, вот история с этими дронами-огнеметными, которые пожары лишают, пожары от этих агнеметных дронов лишают россиян не только укрытия в зеленке, они только сжигают там всю листу, чтобы было видно, но и приводят к выгоранию блиндажей с имуществом, уничтожению бронетехники. Ну и, например, еще яркий пример – это уничтожение разведчиков, БПЛА-разведчиков российских, ФПВ-дронами. Украинские беспилотные подразделения демонстрируют кучу кадров охоты на вот эти российские разведывательные БПЛА самолетного типа, как раз с помощью ФПВ-перехватчиков. То есть получается уже даже сбивать ланцеты, то есть брожирующие боеприпасы. Это очень хорошие новости, это тоже вот «а что если», да? Плюс там донаты от людей, плюс инициативные ребята. Все это приводит вот к такому результату. Россия тем временем тоже без дела не сидит, учится противодействовать новой угрозе, пытаясь выявлять перехватчики с помощью РР и уводя свои аппараты от атак. И здесь, конечно, вопрос, что нужно вот эти технологии, которые стали результатом, а что если активно развивать, обращать на них внимание, обучать там с ними работать и так далее. И мы обсуждали с вами вчера, что Сергей Стежненко писал про воздушные силы ВСУ, что они не очень интересуются новым классом ПВО и тратят дорогие дефицитные ЗУР на то, чтобы уничтожать БПЛА-разведчики. Я допустил, не то чтобы это ошибка, но меня поправили, мне кажется, это легитимно, что я сказал, что, значит, Стежненко предъявляет эту претензию, ну, как бы ВСУ в целом, да, там с командованием ВСУ. Меня поправили, что именно командованием воздушных сил. Да, ну, то есть, понятно, что я ВСУ воспринимаю более-менее гомогенно, но, наверное, есть там специфика, действительно есть там конкретные разные направления. Вот, поэтому, да, поправляю, что претензии там были, ну, как претензии, можно ли это назвать претензиями, да, то есть, Стежненко писал, что как бы было бы здорово, если бы они больше обратили внимание на возможности, которые открываются с помощью этих FPV-перехватчиков, и вместо использования дорогих ракет, которые можно потратить на что-то другое, да, можно использовать вот эти БПЛА-перехватчики, что там, я так понимаю, не то чтобы его команда, но там общая команда, с которой он коммуницирует, они готовы обучать, значит, ПВОшников внутри, в тыловых районах и так далее, вот, и я надеюсь, что все-таки это, да, сдвинется с мертвой точки, потому что это супер важная история. То есть, с важной технологией всегда видно, что она важная, да, когда Джумал Ресса с Хаймерсами появились на поле боя, они сильно изменили правила игры, хотя это не было новое вооружение, мы увидели, что, да, Россия больше не могла близко держать склады. Когда мы увидели Байрактары в начале вторжения российского, они тоже очень сильное влияние оказали. Мангалы появились, тоже оказали влияние. Сейчас, кстати, мангалы интересно, но время мангалов уходит потихоньку, как мне кажется, пока гипотеза моя, потому что есть ощущение, что мангалы перестали защищать, потому что мангалы изначально были от сбросов, по большей части, и в какой-то момент стали это в пивишек, но в пивишке довольно быстро и резво научились эти мангалы преодолевать, поэтому как будто много мангалов пошло в утиль, и то есть я все чаще вижу танки без мангалов вовсе, потому что как будто бы они уже, скажем так, в определенных ситуациях они уже как будто не нужны. Не знаю, напишите в комментариях, особенно если вы разбираетесь, в личку, если вы военные, напишите. Пока гипотеза, пока ее просто там не утверждаю, оставляю. Но, короче, в любом случае, вот эти технологии, они там сильно влияют на происходящее. FPV-дроны, опять же, вообще все поменяли. А теперь, значит, FPV-дроны, они еще больше расширяются, и дроны в целом, да, у них все больше и больше функционала. Поэтому, конечно, как и писал Залужный в своем большом эссе, нужно очень много внимания уделять технологическому развитию. Я надеюсь, что воздушные силы Украины, они тоже прислушиваются и к, не ко мне, конечно, а к украинским военным, и к тем, кто занимается этим всем. И как-то более плотно будут интегрироваться с теми, кто готовит прерывные решения. Почему важно уничтожать, например, российские БПЛА и российских разведчиков, в том числе в украинском в тылу, потому что часто эти разведчики БПЛА координируют атаки, координируют нанесение ударов. И в течение недели командование воздушных сил ВСУ отчитывалось об отражении нескольких ночных ракетодроновых ударов. Их было довольно много, но часть из них была прям чудовищной. Например, в ночь на 4 сентября в налете участвовали 29 шахедов, 6 крылатых ракет Х-101, 3 крылатые ракеты «Искандер-К» и 2 кинжала, а также 2 сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22. Удар пришелся по Львову, где погибло 7 человек и пострадали 64. И очень много обсуждается семья, чудовищная трагедия, семья Базилевич, где мама Евгения, ее 3 дочки, Ирина, Дарья и Эмилия, погибли в результате российского ракетного удара по городу. И, собственно, из семьи по факту остался в живых только отец. Отец семейства Ярослав, он выжил, потому что в момент атаки он вернулся в квартиру взять воды, в то время как его семья была на лестничной клетке. И в итоге он потерял всю свою семью. Ну, то есть он потерял трех своих дочерей и свою жену, просто потому, что Россия в очередной раз захотела убить еще больше украинских граждан. Просто потому, что Россия в очередной раз нанесла удар по Украине. Как она делает это все эти годы, без конца, без остановки, убивая людей, уничтожая энергоинфраструктуру, стирая украинские города с лица земли. Ни почему, ни по какой адекватной причине. Не было, нет ни одной причины в этом мире для того, чтобы оставлять Ярослава без его семьи, для того, чтобы убивать Евгению, Ирину, Дарию, Эмилию. Нет ни одной причины, ни одного объяснения, ни один зетник вам не объяснит, почему эти люди должны были умереть. За что их убила Российская Федерация? Почему Россия продолжает осуществлять геноцид украинцев? Во Львове простились с этой семьей, и, конечно, фотографии этих гробов и отца, который остался без всей своей семьи, это очередное, чудовищное. Знаете, слово очередное, мне так не нравится слово очередное, оно такое чудовищное, оно настолько нормализует происходящее. Просто эти атаки, они постоянные, постоянно умирают украинские граждане. Каждый, блин, день. Вы скажете, российские граждане умирают, значит, All Lives Matter и все такое, безусловно, российские граждане умирают. Но проблема в том, что и российские граждане, и украинские граждане умирают из-за действий России. Россия вторглась в чужую страну. Если Россия выведет войска, завтра ни украинские граждане, ни российские граждане больше не будут погибать ни от бомб, ни от дронов. Может быть, чуть-чуть, к сожалению, еще будут от мин, пока все это не разминируется, к храм собачьим. Все, один день, и все закончится. Украина ничего не может сделать, чтобы через день все закончилось. Если украина перестанет воевать, то еще больше семей будет убито, как это было и в Буче, Ирпень, Мариуполь, многие другие города, куда заходят российские военные. Да российские военные даже в Курской области мародерят, насилуют, грабят и убивают своих соотечественников. О чем мы говорим? И в этом контексте, конечно, просто хочется сделать все возможное, чтобы помочь Украине. И я надеюсь, что, не знаю, вам тоже, потому что, ну, люди, которые рассказывают, что, не знаю, Украина сама в этом виновата, или вот что чем-то, видимо, Ярослав провинился, они вызывают у меня просто, ну, ужас, честно говоря, презрение, ужас, брезгливость и желание, так сказать, справедливости. В течение нескольких дней подряд массированным обстрелам подвергались и Харьков, и область. 30 августа в городе погибли 6 человек, 80 получили ранения, 1 сентября пострадали еще 47 человек. Также удар был нанесен по ТЭС в поселке Эсхар. В результате ответных обстрелов Белгорода и РЗО погибли 5 человек, еще 45 пострадали. Помимо Харьковской области сообщалось о погибших и пострадавших мирных жителях в ходе обстрелов, в частности, в Сумской области, в Донецкой и Днепропетровской областей. В последней в ходе удара по Павлограду пострадали 64 человека. Самым громким ударом стал удар по училищу в Полтаве. Это училище связи, где проходила подготовка мобилизованных связистов и обучение курсантов. По последним данным там погибло 55 человек. 328 остались ранеными в различных состояниях, различной степени тяжести. Очередные люди убиты российской страной. Украина наносит удары тем временем по объектам топливной инфраструктуры. В ночь на 1 сентября было объявлено об уничтожении рекордных 158 БПЛА в ходе самого массированного с начала войны налета беспилотников на территорию России были повреждены и московские НПЗ в Капотне, Каширская, Конаковская, ГРЭС, а также газораспределительная станция в Конаково. Собственно, как-то ущерб пытались от этого несколько прикрыть, но об этом мы еще сегодня смело вам путем говорить в экономической сводке, но история с московским НПЗ она гораздо больше, чем вам кажется и гораздо серьезнее влияет на происходящее. Кроме того, ВСУ на этой неделе поразили РЛС и пусковую установку ЗРК С-300ВС с помощью РЗО «Хаймерс» и неизвестного БПЛА. Также появились кадры российской РЛС-96Л6Е, комплекс С-400 и боекомплекта, возможно, пусковой С-400 ракетами ДжМЛРС уничтожения, но нет данных, когда именно это произошло. Что касается ракет, к сожалению, у России их будет еще больше. Британское издание Times ссылаясь на источник в украинской военной разведке сообщила 6 сентября, что российское судно доставило ракеты ФАТЕХ-360 в нераскрытый порт в Каспийское море 4 сентября. Американские и европейские официальные лица недавно подтвердили, что Иран начал поставлять России баллистические ракеты малой дальности. Институт изучения войны оценил, что российские силы вероятно будут использовать поставленные Ираном ракеты для поражения украинской энергетической, военной и гражданской инфраструктуры в течение предстоящей осени и зимы. То есть еще больше будет ударов российской стороной. Это все происходит ну я бы не сказал с попустительства Запада, но с возможности Запада на предотвращение. Предотвратить запуск ракет можно не только средствами ПВО, что не очень эффективно, а уничтожением точек, из которых запускаются эти ракеты. Именно поэтому Запад должен как можно скорее дать возможность Украине осуществлять удары по российской территории, по российским аэродромам, по российским точкам запуска этих ракет. Сбивайте не стрелу, убивайте лучника. Вот символ компании, который развернулся в том числе в Соединенных Штатах за предоставление разрешения использовать украинское, украинско-американское вооружение, давайте назовем это так, для этих ударов. Я думаю, что как раз передача иранских ракет может быть той горошиной, которая чашу весов перевесит и будет являться, ну то есть США как стараются делать? Они стараются делать, чтобы расширение спектра возможностей ВСУ соответствовало действиям России, то есть, чтобы как бы эскалация, на которую они постоянно ссылаются, была не со стороны типа Со Штатов, а со стороны России. Ну как это было? Это было, когда вот в Харьковскую область Россия зашла, да, Соединенные Штаты сказали, окей, это эскалация, поэтому мы разрешаем бить американскими вооружениями по Харьковской области, точнее, по Белгородской области, с которой зашли в Харьковскую. И также и тут, возможно, доставка, собственно, ракет из Ирана будет поводом, в результате которого Соединенные Штаты скажут, окей, посмотрите, это не мы сделали, это они эскалировали, поэтому мы разрешаем. Я надеюсь, что это будет так, потому что я не понимаю, чем еще продолжают объяснять себе и остальным американские власти отсутствие разрешения бить ракетами по российским военным объектам, что уносит жизни украинских граждан, уносит, ну не каждый день, к счастью, но очень, очень часто, гораздо чаще, чем надо, потому что надо ноль, надо, чтобы ноль жизни украинских граждан носили российские ракеты. При этом жизнь российских солдат, например, часто, скажем так, забирается без участия украинской стороны. В Z-сообществе рассказали о ростовской военной части, где солдатам ломают ребра, пристегивают наручниками к уличному столбу и отправляют на позиции обнуления, если им не заплатят. В войсковой части номер 318-31 предположительно командир батальона майор Петросян Аганес Шахназарович и начальник штаба майор Шек Алексей Александрович приковывает наручниками к столбу своих подчиненных, избивают их, ломают ребра, об этом говорят Z-паблики. Астра подтвердила личность одного из командиров. К примеру, на видео офицер бьет подчиненного вентилятором за то, что тот распивал алкоголь в части. Кроме того, как утверждается, двое офицеров каждый месяц собирают по 50 тысяч рублей солдат, а тех, кто не скидывается, отправляют на позиции, где выжить просто нереально. Один из таких погибших парней, 18-летний Михаил с позывным Лунтик, пишут в провоенных сообществах. Также в этой части якобы распродают гуманитарную помощь и торгуют поддельными документами боевого распоряжения по 40 тысяч рублей, которые позволяют покинуть военную часть. В Z-паблике, где была опубликована эта информация, уже призвали писать Бастрыкину по факту издевательств над военными. Более того, зачастую российских военных недолеченных, а то и костыля на костылях отправляют на их позиции. Вот, например, видео, на котором фиксируется один из таких эпизодов. Российские воины так вот у нас ходят на фронт. Причем после док... За место госпитализации идем дальше воевать. Воды. Там это... В этом вода есть. На костылях с палками. Непонятно. К тебе чего? Воевать идут? Возможно, вы скажете ЦИПСО. Ну, а я вам на это отвечу, что Анастасия Кашварова подтверждает проблему и говорит, что она имеет системный характер. Вот что она пишет. Почему больные и недоличные бойцы оказываются на фронте? Проблема реабилитации участников СВО. Заявление чиновников о том, что бойцам предоставляется везде и на каждом этапе качественная медицинская помощь и реабилитация не соответствует реальному положению дел. Ситуация плачевная, непродуманная и наносит вред боеспособности армии и снижает ее наступательные возможности. Реабилитации в стране для военнослужащих фактически нет, разве что для тех, кто потерял руку или ногу. Протезирование у нас еще более-менее развито, но здесь понятно, куча списанных военных с культями вызвала бы вопросы. Что касается реабилитации после тяжелого или средней тяжести ранения, когда конечности сохранены, после госпиталя вперед на штурм. Проследим путь раненого бойца, предлагает Анастасия. Эвакуация и оказание первой помощи полевой медбригады, если повезло, его эвакуировали. Второе. Отправка во фронтовой госпиталь ДНР-ЛНР. Третье. Затем отправка в госпиталь в Ростов, так называемый распределительный хаб. Здесь боец ждет направление в конечный пункт, либо бортом, либо поездом. Ожидания долгая, персонала в Ростове не хватает, ситуация приводит к осложнениям у бойцов. К примеру, муж мой был доставлен в Москву на реальном мобиле. Если бы мы еще день прождали, он бы лишился ноги. Четвертое. Поступление в конечный госпиталь Москва, Питер, Краснодар и так далее. Здесь после ряда операций, манипуляций, как только кости срослись, швы затянулись, бойца выписывают. В описанном эпикризе прописываются 30-40 дней отпуска. После выписки вдоец должен приехать непосредственно в часть, чтобы написать рапорт на положенные в большинстве случаев боец уже не возвращается домой. Командование не подписывает рапорт. В лучшем случае находятся в тылу, в худшем уже могут направить на штурм. Отсюда и появляются раненые калеки на передовой. Фактически ситуация, когда бойцам предоставляют положенные 30-40 дней после лечения, редко когда встречается. У нас тысячи обращений, что после выписки обязательное явление в часть и там уже обратной дороги нет. Военно-врачебная комиссия тоже проводится в части. Ожидание новой операции, запланированной даже в военном госпитале также происходит в части. Ее боец может не дождаться, не отпускают. Отмечу, что изначально прямо из госпиталя направляют в части штурм Ви, то есть бойцов из тюрем. Они вообще бесправны, их могут в первый же день отправить штурмовать. Кому же предоставляется реабилитация? Если вы обратитесь в фонд защитники отечества с просьбой реабилитации, то вас выслушают, примут заявку. Далее вам позвонят из гражданской клиники и спросят, являетесь ли вы военнослужащим. Если да, то вам предложат уволиться, потому что реабилитацию оказывают только гражданским. То есть в ФЗО и в других структурах у нас не знают, что контракт автоматически продляется. Получается, что реабилитация оказывается не военным, которых нужно восстановить и отправить уже здоровыми боевыми на фронт, а только тем, кто уже никогда не отправится на фронт. У нас государство не заинтересовано в сильных, крепких бойцов на передовой? задается вопросом Кашеварова. Скажите, какой штурмовик сможет взять опорный? Калека на костылях с несгибающейся рукой, больной, недолеченный или опытный восстановленный боец с нормальным самочувствием? Ответ очевиден. Так почему же у нас в части подразделений в бригадах здоровые, огромные мужики сидят в тылу, а в штурмовике отправляют бойцов, только что вернувшихся с госпиталей, которые даже не восстановились и не прошли реабилитацию? задается вопросом Кашеварова. Ответ очень простой. Людей не хватает. Людей очень не хватает, поэтому шлют, кого могут слать? Вот такой ответ Анастасии Кашеваровой. Он достаточно очевидный, но спасибо ей за очередное подтверждение, собственно, того, что российская армия в ней коллеги и коллеги, которых отправляют штурмовать. Если хотите к ним присоединиться, если хотите тоже чудом выжив после какой-нибудь атаки на костылях уже пойти, чтобы уже наверняка вас там прибили или чтобы вас с наручниками приковывали к батарее, или чтобы вам ребра ломали и так далее, деньги с вас собирали за то, чтобы не отправлять вас на условное обновление, тогда да, вперед в российскую армию. Если нет, то держитесь от нее подальше, держитесь от нее подальше ваших родных и близких, потому что они умрут, а вы останетесь без близкого человека. С вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова